На выставке «Армия-2024» была представлена классическая 122-мм гаубица Д-30, установленная на роботизированную платформу МТС-155 Клевер. Сообщается, что это гусеничное шасси может стать незаменимым в противостояниях пехотных подразделений и для уничтожения артиллерийских систем, благодаря мобильности и максимальной дальности в 15 километров. Пушка оснащена автоматом заряжания на 4 выстрела, который перезаряжается автоматически. Установка способна разгоняться до 12 километров в час с запасом хода до 120 километров и управляется оператором с расстояния до 500 метров из замаскированных позиций. На первый взгляд, система выглядела многообещающе, предлагая дистанционно управляемый огонь с использованием автоматического заряжания. В теории, это позволило бы САУ выходить из укрытия, производить выстрелы и возвращаться в безопасное положение. Однако при более детальном рассмотрении, выяснилось, что в конструкции отсутствует возможность дистанционного наведения гаубицы. То есть, после того, как беспилотная САУ выйдет на позицию, расчету все равно придется подойти к ней и вручную навести орудие, а после выстрелов вносить корректировки. Таким образом, заявленная беспилотность фактически отсутствует, поскольку операторы продолжают работать в непосредственной близости с установкой. Попытка заранее навести гаубицу и установить ее в нужную точку также не решает проблему. Дискретность позиционирования гусеничного шасси недостаточно для точного выстрела, оставляя стрельбу на уровне примерно туда. Вопрос горизонтирования и устойчивости системы также остается открытым. Таким образом, разработка с автоматом заряжания теряет свою эффективность, превращая всю систему в обычную гаубицу на дистанционно управляемом шасси. Не забудьте поставить лайк, а в случае, если еще не подписаны, обязательно подпишитесь и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Напишите в комментариях, видео на какую тему вы хотели бы увидеть.